Петя, я хочу на море. А как же Мяу, Фэппэй и автодом? Поехали на чуть-чуть. Ну, окей, поехали. Уже прошел целый год с тех пор, как мы живем в доме на колесах. И мы хотим отдохнуть от автодома и сменить обстановку. Мы прилетели на Бали, и моя задача на видео – показать вам настоящий Бали. Вот как есть, без прикрас. И понять, почему сотни тысяч людей тянет именно сюда. Так, надо поменять деньги. А то у нас нету балийских денег. Тысяча долларов меняем. 10 миллионов. Деньги на Бали называются, как, Эрис? Пипис. Пипис. И в итоге у нас 15 миллионов пипис за тысяча долларов. Интересно, на сколько этого хватит? Мы миллионеры. Мы миллионеры. Да, молодец. Надо закупиться розетками, там, шлепками. У нас ничего нету. Вот, заехали в магазинчик. Розетки на Бали вообще другие. Зарядить ничего не можем. Короче, вот такой вот адаптер получился. У нас, смотри, у них вот такие вот розетки, а в Китае вот такие. Возьмем две. Тут очень много необычных продуктов. Ну вот, например, змеиный фрукт. Он выглядит прям как змея. Сминная чешуя, смотрите. Вот такой вот дорогой кофе, выкаканная вот этим животным. Про снеки я вообще уже молчу. Столько всего необычного. Ну вот, например, со вкусом банана. Банана чипс. А, это чипсы банановые. Гороховые чипсы. А вот из сладкой картошки, смотрите. Кукуруза орель. Алоэ вера вот так вот просто продается. Интересно, для чего это? Наверное, помогает от ожогов, солнечных ожогов. Рядом с зеленым луком, прям так вот. Какие-то желейки для напитков, блин. Выглядит не очень на самом-то деле. Вот это вообще, честно говоря, не понимаю, что это такое. Я бы сначала подумал, что яйца, но нет. Какие-то, короче, маринованные овощи. Ладно, полетели обратно. Вот все, что мы взяли. Прикол. Прикольно, что вот так вот узнали нас. Интересно. Да вы крутые, добрые ребята. Блин, к нам первый раз подошли люди. Такие, узнали нас. Потому что в Китае немного иностранцев. Ну, немного наших, скажем так. Так, и к нам первый раз подошли, аж как-то неудобно. Вот, ну, интересно, знаете, интересный опыт. Да? Круто. Вот наша банда на следующие две недели. Эти ребята живут на Бали на постоянной основе. Это Саша Тихомиров. Он нас пригласил и арендовал эту огромную виллу для нас. Саша основатель бренда одежды Born to be. Это Алекс. Он строит дома на Бали. Также он отдает байки в аренду. А это Кики Бой. Если я скажу, чем занимается этот парень, мне поставят 18 плюс на видео. Поэтому просто знайте, это Кики Бой. Первые дни на Бали были довольно дискомфортные. Новая еда, люди, климат, обстановка. И, казалось бы, Бали, вау. Но какого-то супер кайфа мы не ощутили. Разве что какой-то дискомфорт или тревогу. Видимо, настолько мы привыкли жить в доме на колесах. Эта вилла на самом деле недорогая. Всего лишь 200 долларов в сутки на 5 комнат. То есть на пятерых. Это все твои байки? Ну да, это все наши байки. Выбирай любой. Ирис, какой ты хочешь? Это. Розовый? Да. Да, блин, какой нафиг розовый? Не гни. Розовый. Давай вот тот вот. Розовый мне хорошо. Ну окей, давай розовый. Полетели на второй этаж. Вау. Мы немного посидели, пообщались. К нам приехали другие гости. И мы поехали на пляж. Ириска не хочет идти купаться, а я пойду искупаюсь. Посмотрите, на цвет воды. Это просто капец. Волны огромные. Я хочу забежать и прыгнуть на волну. Здесь на Бали очень много местных детей. И я всегда думал, что у местного населения нет обязательного образования. Оказывается, здесь 12-летняя система образования. 6 лет младшей школы и по 3 в средней и в старшей. И каждый раз, переходя из одной школы в другую, нужно сдавать экзамены. Все серьезно. К экзаменам лучше готовиться заранее. Поэтому, если вашим детям предстоит сдавать ЕГЭ или ОГЭ, об этом лучше подумать заранее и начать готовиться уже сейчас. Школа Сотка готовит учеников уже 5 лет. И каждый третий сдает экзамен на 80 плюс баллов. Потому что вся теория объясняется с нуля. Потом отрабатывается на практике с преподавателем. Ему можно задавать абсолютно любые вопросы, пока не станет понятно. До 31 декабря действуют особо выгодные условия. Вы можете начать заниматься по всем четырем предметам, но платить меньше, чем за двух репетиторов в месяц. А по промокоду ПЕТЯ12 у вас еще будет скидка 10% на первый месяц обучения. Но это еще не все. Сотка разыгрывает Мерседес С-класса среди своих учеников. Вот что значит сочетать приятное с полезным. Ссылку на сайт и промокод ищите в описании или сканируйте QR-код на экране. Остаток дня мы общались, веселились и сменялись. А дальше случилось неожиданное для меня. Я отравился, представляете, мне было очень плохо, прям вообще безумно плохо. И за 7 лет в Китае я ни разу себя так плохо не чувствовал. Хотя я в Китае ел очень много разной странной, блин, еды. Ночью проснулся, прыгал, дристал. Вот сейчас мы купили недонезийский уголь. Поэтому будьте аккуратны, ешьте только в проверенных заведениях. Пока я отлеживался от отравления, прошло уже 7 дней. И сейчас мы будем ехать на другую виллу. Все это время мы были на Букете. Это тут, на юге Бали. Тут довольно круто, особенно пляжи и обрывы с закатами. Очень много людей встречают закат. Опа, местная еда. Ириска уже, все, смотрите, смотрите, где ее глаза. Все, она уже заметила. Что это такое? Митбол? Да. Дай посмотреть. Добрый. Так вот они прямо из пакета кушают, прикиньте. Это митбол, говорит. Спайси митбол. То есть у него тут, видите, вон мясные шарики. Он их делает себе с перцем. Капусту, там, макарошки. Вот он их собирает в пакет и так и отдает. Сухарики вон. Ирис, хочешь? Встретил подписчика? Да. На Бали, ты видишь, сколько уже встречаешь подписчиков? Просто очень много здесь ребят, которые тебя смотрят. Потому что, ну, неудобно тебе. Потому что в Китае нету наших, а тут все узнают. Ну, не все, но многие. Прикольно. Прикольно. Кто хотел бы куда-нибудь встретиться с Петей, напишите в комменты. Может, когда-нибудь Петя к вам, именно к вам и приедет. Ты меня же засмущал. Ну, братан, привыкай. Но, как я уже сказал, мы не успели словить какой-то балийский chill vibe. Поехали дальше в другой район Бали и попытаемся понять, почему же сотни тысяч людей тянет сюда на Бали. Короче, нам ехать целый час. Поэтому давайте не терять времени и погнали. Очень плохой дорогу. Дорога, да, плохая. Дорога. Короче, выехали на главную улицу. Тут просто капец. Столько машин, столько байков. Это просто жесть. И еще в Индонезии левостороннее движение. Нужно привыкать заново. Просто пипец. Походу, дождь собирается. Только что было солнышко, уже облака темные. Погода на Бали. Сделали небольшую остановочку вот здесь вот рядом какого-то супермаркета. Трафик просто какой-то капец. Очень тяжело ездить по этим дорогам. Посмотрите. Мы сейчас в Данпасаре. Это в центре города. Наверное, поэтому вот такой вот жесткий трафик. Проезжал и увидел какую-то еду более знакомую мне, более привычную. Вот типа такого что-то смотрите. Все грязное. Как я люблю, как я привык. Блин, я, честно говоря, вообще не понимаю, как я мог отравиться вот этими красивыми боуэлами, красивой едой на Бали. Я не понимаю. А вот в таких заведениях я обычно не травлюсь. Заехали заправиться. Литр бензина стоит 65 центов. У них тут нет 95-го, 6-го. У них Perta Little какой-то и Perta Max. This one is okay? This bike is for this okay? Yeah. Okay. Непонятно вообще ничего. Он говорит, какой-то есть получше, есть похуже. Вот этот получше, Perta Max. А это Perta Little получше. Я ему говорю, давай 95-й. Он шо? Не понял. Вот мы только что заехали в один из самых знаменитых районов на Бали, Чангу. Сразу бросается в глаза очень много байков, также много иностранцев и красивых людей. Реально, красивых людей просто дофига. Так же, как я понял, в районе Чангу очень много классных заведений, да? Что тебе здесь нравится в районе Чангу? У меня тут магазин, у меня тут комплекс, который мы строим. Здесь много кафешек, которые мне нравятся. Здесь очень много знакомых постоянно. Круто. Практически все здесь живут. На Букете у меня нету никого. Я понял. Залетайте скорее. Так, это наша новая вилла, да? Прямо сразу залетаем. Вау. Вот поздно, например. Ага. Блин, какая красота. Ты шо, такая светлая, большая. Сколько такая за ночь? Слушай, мы за неделю, получается, 20 миллионов платим. Получается, 3 миллиона, 200 долларов всего. 200 долларов в сутки за 4 комнаты, представляете? То есть это 50 долларов в день, ну, как бы, с комнаты. Ну, это непонятно, как будто дешево, я не знаю, почему. Может, из застройки, я не знаю, но она... Обычно дороже, типа, да? Вот наша комната. Декабрь, какой-нибудь. Вау. Хотя... Блин, я первый раз на такой вилле крутой. Ты что, посмотрите на ванну, вообще какой-то капец. Класс, боже мой. Какая красота. Здесь баня. Баня? На улице баня. Нет, это не баня, это ванна. Ванна. Ванна, да. Смотрите, какая она красивая, боже. Это наша комната? Да, это наша комната. Ура! Так, это наша, типа, гостиная, да? Ого, пространство. Также тут есть уборщица, которая будет каждый день приходить, убирать. Погнали, я сейчас вам покажу, прикольный кафе, вот прямо напротив. Погнали. Смотрите, какая огромная дверь. Риск. Очень просторная и клевая. Наверное, путешествие и создано, чтобы собирать такие моменты. Чтобы не портить приятные впечатления поиском жилья на месте, лучше воспользоваться сервисом онлайн бронирования островок. С его помощью можно забронировать более 2 миллионов отелей и апартаментов по всему миру. Техподдержка ответит в любое время суток и решит все ваши вопросы. Так что вам останется только отдыхать. А если вы, так же как и мы, настоящие фанаты тревела, то становитесь гуру путешествий. Уже с первой поездки, сразу после регистрации на сайте, получите скидку 10% на бронирование. А постоянных гуру путешественников ждут скидки до 40%. Регистрируйся на сайте в описании или скачивай удобное приложение и становись гуру путешествий вместе с островок. Мы заехали во вкусную кафешку, где продавали разные сладости и выпечку. Взяли кофе, а Ириска себе слоеный пирог с мясом и горохом. Ей очень понравилось, потому что в Китае такой еды нет. Покушали, сейчас поедем посмотрим, Саня строит комплекс виллу целую, какую-то огромную. Посмотрим, как идет строительство здесь, в Чангу. Сколько будет вложено сюда денег? Не знаю точно, что-то между 2,5 и 3 миллиона долларов. Круто, очень красивые рисовые поля. Будет зависеть от того, за какие деньги последние юниты будут проданы. Блин, я хочу посмотреть, как они там живут, а тут роют земли дофига. Я так подразумеваю, это лестница вниз спускаться, что-то мыться, короче, умываться. Жесть. Потому что там 100% душев нету. Они тут и в туалет вон ходят сюда. Жесть, блин, да? Идонезы как живут. Так вот рабочие здесь же и вещи стирают, видимо. И вот в таких вот сарайчиках живут. Просто пипец. Кухня, посмотрите на этот ужас. Три человека вот здесь вцепит, представляете? Офигеть. Бали? Нет, не Бали. Где? То есть он не из Бали, но это местный, ну это индонезийцы. Спасибо. Так вот они и живут здесь. Грязюки полно. О, нигао. Hello. Hello. Короче, жестко. Жесткие у них условия тут. Hello. И вот тоже супер грязная кухня, капец просто. И вот так вот они, наверное, будут строить этот комплекс два года и два года вот так жить. Ну это жесть. Такой Бали вам никто не покажет. За это поставьте лайк. Мериска уже котеночка нашла. Мерис, will you go up? Да. Ты не боишься? Да. Боишься? Да. Ну давай посидишь здесь. Ты хочешь наверх? Да. Да? Может не надо? Да. Ладно, я боюсь за Риску. Я оставлю, но сам поднимусь. Интересно посмотреть сверху на Бали. Вау, очень классный вид открывается. О, Риска-то забралась. Пока мы тут чилили на крыше Риска уже тут. Было страшно? Да. Да. Да? Мужчина тут говорит, это очень красивая. Ты красивая? Тут. А, тут очень красиво. А, поэтому ты поднялась? Да. Мужчина сказал, что здесь красиво. Да. Ну, круто. Рад, что ты поднялась. Саня Биг Босс. Всем рассказывает, что почем. Петя, я устала. Я тоже устал. После этих балийских пробок реально хочется на эту виллу занырнуть и зачилиться, да? Да. Поехали? Да. На канале уже 3 миллиона подписчиков. Мы мчались, чтобы заснять живой счетчик, но не успели. Спасибо, что смотрите нас. Мы это очень ценим. Да. Утром у нас произошел несчастный случай. Из-за плотного трафика я взял слишком маленький радиус поворота и случайно задел деревянный забор. Ириска зацепила мизинчик о забор и ей разорвала кожу между пальцев ступней. Началось сильное кровотечение, и мы сразу же поехали в ближайшую клинику. Блин, надо не сшивать, прикинь. Блин, сейчас проще я сделаю анестезию, я начну зашивать. Там ранка прям открытая. Я понял. Получается, наверное, она ударила пальчиком и кожа все взорвалась. Я понял. Тут, в общем, в Индонезии есть такая проблема, что очень долго заживают раны. Почему? Потому что высокая влажность. И раны не высыхают. Спасибо. Ободрил нас, ободрил нас. Я восстанавливался 40 дней. То есть я лежал просто 40 дней. Ириска вообще молодец, говорит, мне больно. Ирис, все окей? Look at me. Good, доброе утро. Поехали на завтрак, называется. Я не могу правать. Не можешь что? Правать. Плавать. А, swim, да. Нет, ты не можешь плавать. Сказал, неделю будет заживать. Первый раз такое, что вот Ириска что-то серьезное получила, ударилась, что-то такое. За 7 лет жизни. Пальчик не сломан, просто кожица порвалась чуть-чуть. Вот. То есть гипс сейчас не нужно накладывать, да? Ириска вообще молодец. Воин просто, воин. Сейчас поставят укол от столбняка, потому что это опасно. Мало ли, рана какая-то. Ириска прям счастливая такая, не мог понять. После всего этого стресса мы пошли на завтрак. Гречку не ел уже, блин, в Китае не знаю сколько лет. А также сырники тоже. Около 4 лет я не ел сырники, потому что в Китае их нету. А тут навали и гречка, и сырники сразу. Утро было недобрым, поэтому для поднятия настроения нас пригласил Кирилл на одну интересную вечеринку, где мы действительно кайфанем. Капец просто, ну и дороги. Я уже после инцидента с Ирис очень боюсь, блин. Я здесь капец просто. Буду очень аккуратно. Мы наконец-то приехали, выглядит просто обалденно, посмотрите. Смотрите, какие бедняжка, ириска хромает. Ирис. Бедняжка моя хромает, хромает. Мы как будто бы в джунгли какие-то попали, хотя мы в помещении. Офигеть просто. Блин, в этом заведении полный солд-аут для этого активити еще два дня назад, и вот сейчас мы ждем. Может быть, кто-то не придет и нас пропустит. Атмосфера здесь просто бомбезная, реально. Короче, здесь просто дофига народу сейчас пришло, потому что Кики Бой, который нас пригласил сюда, он говорит, это активити прямо одно из лучших событий на Бали. Хотелось бы посмотреть, надеюсь, попадем. Короче, пытаемся промутить билетики. Да? Да. Но что-то их нету. Что-то их нет. Но чувство подсказывает, что мы туда попадем. Есть же. Есть. Ура, 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 мы получили билетики. Да? Да. Короче, как говорят, это прям супер какое-то необычное место. Давайте посмотрим. Супер-балийский такой движ. Надо развиваться, представляете? После энергичных танцев всем предложили перезагрузить, и в спокойствие, и послушать медитативную музыку. Эта подушечка пахнет травками. Такая методика называется sound healing. С древних времен она практикуется для очищения сознания и полного расслабления души и тела. Я прям заснул, короче. Ты спал? Немножко, да, я улетал в космос. Просто такая музыка. Мне отвечают, что на живот поставили. А этот тип меня постоянно трогал. Так вот, эту чашу мне на живот поставили и били по ней. Очень круто. Я прям вырубился. Что редко в публичных местах. Все идут на какую-то церемонию закрытия. Вот такой вот звук, прям над ухом. Так вот чашу выставили, прямо нам каждому над ухом и легко подбивали. Оно так гипнотизирует, и когда прислушиваешься к этому звуку, тебя уносит. И вот такая вот церемония закрытия. Все поют опять. У меня аж мурашки. Обниматый, мочи. Какая энергетика, друзья. Чего ты не расплакался? Ох, такой релакс вообще просто. Офигенное место. Да. Меня прям так расслабило. Я поспал, потанцевал, пообнимались. Класс. Блин. Я первый раз на таком движе. Первый раз на таком движе. Очень круто. Спасибо, что пригласил меня. Да, вообще. Спасибо очень, что он нас позвал. Очень круто было. Да, спасибо. Классно, клево, что вам понравилось. Спасибо. Очень понравилось, правда. Танцы в воскресенье утром. Это что-то невероятное. И все трезвые. Никто не пьет. Нельзя пить. Все просто вот такие, какие они есть. Открытые, классные. Ириска хромает, бедняжка. Лапку повредила, да, Ириск? Лапочку. В общем, Кикик я предложил протестить бассейн, в котором играет музыка под водой. Погнали потестим. Я предлагаю сделать это прямо сейчас. Погнали потестим. Бассейн, в котором играет музыка под водой. Когда ты засовываешь голову в него. Сейчас вам нужно пойти. Ну да. Тут прямо джунгли у них. Не знаем, какой бассейн, и в каком бассейне играет музыка под водой. Кикки нам показывает. Давай, ты первый. За тест играет ли музыка в бассейне? Есть музыка? Бассейна нету. Нету музыки? Видимо, Кикки нас обдурил, что есть музыка в бассейне. Что, ты еще раз решил? Он еще раз решил попробовать. Кикки тянет на своем, что типа есть музыка, да есть музыка, говорит. Ты обманул нас? Что ты говоришь? Я не обманул, я просто хотел, чтобы вы приехали сюда. Так мы приехали, уже закончили, и в итоге ты нас все равно окунул. Вот только честно, есть музыка в бассейне или нет? Есть, по-честному. А почему сейчас ее нет? Они выключили. Ты уверен? Да, 100%. Если ее нету, то я уверен, что я ее выключил. Да, да, да. Подводный пианист, видимо, в отпуске. А там просто перекрыто это самое. Вы с черного входа зашли. Вообще он закрыт сейчас, поэтому. Здравствуйте, всем приветствуем в Бали. Это храм, красивый, красивый, в Пиле-ксесе. Спасибо, да? Спасибо большое. Вы приедете. Спасибо, что пришли. Спасибо. Какое необычное здание. Вот познакомились с новыми ребятами. Тут все такие открытые, свободные. Погнали кушать, погнали. Привет, обнимаются. Очень круто. Все такие, реально, вот просто без стереотипов каких-то, без заморочек. Вот какие есть. Я прям попал туда, куда надо. Потому что я сам такой простой. Потанцевали с утреца, поспали, пообнимались, сделали аффирмации. Там вот это, где они орали, это была аффирмация. Там, я красивый, я люблю мир, я свободный. Вот так вот он орал. Просто как будто мы в другом мире и с другими людьми. Вот эти в зеленых жилетках, это как местное такси, только они на байках всех развозят, на мотоциклах. Да, да. Ну вот, допустим, один из них. Это называется граб. Их тут полно. Вон там еще один, смотрите. Это мачо латте. Кто не знает, это зеленый чай, перемолотые листья такие. Очень вкусно. Смотрите, это все вегетарианское. Веганский болу. Это хумус, ну и там зелень разная. Супер полезное все. А, это тофу, наверное. Тофу? Вкусно? Да. А вот и риски. Смотрите, какая красота. Вот это стоит примерно 10 долларов, представляете? То есть, ну, в принципе, не так дорого. Смотрите, что он заказал. Обалдеть, какое огромное блюдо. Ну давай, удачи. Это хум-кафе. После всего этого хочется просто на виллу и поспать. Этот трафик, это просто жесть. Да, и риска? Да. В общем, наш план на день. Встреча подписчиков на этой вилле. Я написал в Инстаграме, кто на Бали из подписчиков. И очень многие откликнулись, и у нас сегодня будет туса. Также будет розыгрыш вещей из Born to be. Саня выделил вещи, нам нужно будет их забрать из магазина. Поэтому погнали. 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 Приехали на перевязочку. Бедная и риска. Короче, доктор нас расстроил. Говорит, что у Ирис инфекция появилась. Нам нужно было ждать неделю. Сейчас, мы говорим, скорее всего, будем ждать две недели до тех пор, когда будем снимать швы. Заяхали взять вещи в Born to be. Кучащие вообще подарков. Костюм, футболки. Все. Сейчас телепортируемся навстречу. Вот первые ребята пришли к нам. Тоже, видимо, с азиаткой встречаются, с индонезийкой. Вот они знакомятся. Прикол. Прикинь, мы сейчас организовываем, организовываем, а никто не придет. Да, прикол будет. Да, мы тут уже встретили. Вон стол сделали. Там с разными снеками. Вот. Накупили этих кокосов, короче. Вот помощник у нас есть, который все будет подносить и так далее, короче. Красота вообще. А у нас на Бали приезжает место торта с зарианчиками. Огонь. Спасибо огромное, спасибо. Мы как раз хотели, на самом деле. Ирис особенно. Ммм, такой вонючий. То, что надо. Спасибо. Люди подтягиваются потихоньку. Ириска, be careful. Она засунула нож, и все полилось на кики. Смотрите, что нам подарили. Это прямо из России. Прямиком наша такая вот еда. Я такого не ел уже, наверное, лишь шесть. Это пряники. А это, типа, печеньки из орехового. Сладкое, очень сладкое. Как ты в Бали? Ты любишь Бали? Да, конечно. Бали это лучший. Ты первый раз здесь? Нет. Нет? Третий раз. Ребята, давайте сядем в круг на пол. Надеюсь, будет удобно. И будем знакомиться друг с другом. Хорошо? Буквально в двух словах, чем занимаетесь на Бали, если здесь живете, как вас зовут, кто вы, что вы, что вы делаете. Будет интересно послушать. Меня зовут Алина. Ну, я тоже на Бали чуть больше двух лет. Сейчас я занимаюсь графическим и веб-дизайном. А по поводу канала тоже вот смотрим вместе еще с самого начала. И, во-первых, я очень кайфую от вашей пары. Все эти красивые места, которые вы показываете, я прям смотрю, у меня мурашки. Ну, я просто обожаю сама путешествовать, хоть я и немного где была, но вы показываете, насколько это возможно, насколько это клево. И мы даже часто вот смотря ваше видео обсуждаем, а смогли бы мы и так. Мы часто смотрим ваше видео за завтраком, и часто, когда мы не знаем, что выбрать, а потом вы выкладываете видео, и Леша такой, о, сегодня мы будем смотреть, я нашел классное видео. Я такая, о, классно. И он всегда включает вас. Это прям кайфовое начало дня. Так что спасибо. Меня зовут Татьяна. Я на Бали полгода. Приехала сюда без обратного билета, не имея ни одного знакомого. И вот встретилась с любимым мужчиной. И он меня, ну, раскрыл тебя, Петю. Мы купили твой курс, и это настолько прям офигенно. Мы, правда, во-первых, он мотивирует. Ты столько даешь нам информации. И у нас наш YouTube, он прям растет. И благодаря твоим советам, твоей включенности. И, кстати, если говорить про твой, мы разбираем твои влоги и пытаемся, ну, почему, почему тебя смотрят? Ну, то есть, ну, хорошие просмотры. Мы даже сравнивали с Орелом и Решка и ты, например. То есть, Орел и Решка, она как-то, ну, показывает, рассказывает, но у них очень много с закадровым голосом. А ты его не делаешь. Ты просто вот то, что видишь и говоришь, это чипсы, это соус. Ну, в общем, это очень клево. Просто погружаешь. В общем, спасибо тебе. Мы тебя любим. Ириска. Мы с ребятами очень классно пообщались. Поиграли в разные игры. Разыгрывали призы от Born to be. И сделали классные фотографии на память. Огромное спасибо всем, кто пришел. Мы с Ириской очень рады, что у нас есть такие суперские подписчики, вы лучшие. Следующий день начался довольно обычно. Мы съездили на завтрак, потом поехали на перевязку. И после перевязки мы приехали на местный рынок. Чтобы закупиться самыми необычными фруктами и сделать крутой шорт на YouTube. Так, ну мы точно возьмем змеиный фрукт. Посмотрите на него, он очень необычный, прям как чешуя змеи. Не знаю, наверное, эти фрукты не подойдут для шорца. Папаль вот такая огромная. В принципе, можно. Такой вот необычный манго черный какой-то. Ну, блин, все эти фрукты, мне кажется, знают. А хочется что-то новое. Мы объездили несколько магазинов и нашли все необходимое для съемки. Фрукты напали. Звездочный фрукт. Коти не сладкий. Мне не нравится. Мне тоже. Мангустин. Я знаю, его на него нужно долить, пока он не треснет, а потом открывать. Внутри как будто бы дольки чеснока. Ммм, очень сладенький. Класс вообще. Змеиный фрукт. У него прям чешуя, как у змеи. Твердая, сухая кожура. Сладкая. По вкусу яблока в перемешку с виноградом. Внутри косточка. Какой-то ямс-фасоль. Выглядит как картошка. Нормально. Нормально. Просто как безвкусное яблоко. Чуть-чуть сладкое. Выглядит как киви, но это не киви. Какое же затерпка. Фигня белая выскочила. Что это за фрукт, ребята? Огромный, тяжелый джекфрут. Сколько тут плодов. По вкусу очень слезкий, такой сладенький, слегка виноградик. Вонючий, очень колючий дуриан. Красота. На запах тухлый лук. Но на вкус как будто бы сливочное масло. Очень много фруктов, блин, уничтожили, чтобы снять шорт. Зато получится познавательный хороший контент. Дальше мы поехали кататься на гидроскутере вместе с Сашей. Сейчас твои подписчики удивятся, что мы делаем здесь. Волны такие огромные вообще. На камере они не так передаются. В жизни такая мощь. Особенно там, те вдали. Ребята, у меня сейчас руки вот так трясутся. Это такое адреналин, просто жесть. Волны реально огромные. На видео не передается. Смотри, как он летает. Это просто бебен. Физически тоже очень тяжело. Руки прямо устают держать этот руль. И ты постоянно чуть ли не бьешься бородой об этот руль, когда подлетаешь в воздух. Фух. Ох, нужно быть осторожным. Только профессионалы должны лезть сюда. А если вы думаете, Петя, ты ведь не профессионал. Это неправда. Я работал на скутерах все лето в Одессе. Возил плюшки, бананы. Вот так вот сел на скутер. И 7 часов безвылазно ты на скутере катаешь, катаешь. Особенно в воскресенье, в субботу, когда много народу. Работа физически не из легких. У меня после этой работы такие кубики пресса были. Это просто капец. Это такой мощный был. Потому что ты целый день вот это на воде вот так бам-бам-бам. Бьешься об те волны. У тебя просто, блин, физуха. Серьезная сразу. Кики Бой сегодня что-то организовал. Вообще не понимаю, что будет, Кики. Я организовал сегодня актерскую практику. У нас очень харизматичный ведущий Ленар. Он нас раскрепощает. Интересно. Да. Ты это тоже переживешь. Это просто ты себя не узнаешь через час. Это нереально. Когда я первый раз попробовал, я просто... Это просто немыслимо, как круто. И все перевоплощаются. Вот все, кто будет, они будут другими людьми. Круто. Давай попробуем. Да. А что будет происходить, интересно? Сегодня будет актерская импровизация. Я думаю, человек 30 соберется. Будем практиковаться, развивать креативное мышление. Ну и в принципе учиться, легко знакомиться с людьми и легко входить в контакт. Окей, круто, спасибо. Да, спасибо, круто. По первой игре нужно было рассказать о себе в трех словах на заданную букву. Меня зовут Ильис. Тебе буква... С... Это Си? Си, да. Сахара. Сахара. Мешная. Смешная. Симпатичная. Симпатичная. Моя жена. А? Моя жена. Моя жена? Моя жена. Схемпатичная. Короче, мы все играли, играли и тут Ирис просто забегает в комнату и начинает плакать. Я не понимаю, почему подхожу к ней и говорю, Ирис, все ли в порядке? А она говорит, мне плохо. Я не понимаю, короче. Может, она ревнует, что здесь другие девушки. я не знаю. В общем, мы поплакали, пообщались. Я понял, почему Ириска расстроилась. В общем, мы уже напали 10 дней примерно. И я очень много общаюсь с другими людьми, знакомлюсь. И Ириска чувствует себя одинокой. Не чувствует моей любви. Я, короче, буду стараться больше показывать свою любовь к Ирису, обнимать ее больше, чтобы она чувствовала мою любовь. Ириска очень эмоциональная. Я попрощался со всеми и остаток вечера провел с Ирис. Мы катались на байке, болтали и обнимались. Мы проснулись ранним утром, чтобы отправиться на Нусапиниду на нашей лодке. Но сначала нужно позавтракать. Блин, я забыл снять еду, поэтому она выглядела вот так. Нусапинида – это такой остров рядом с Бали. Я уверен, многие из вас видели вот эти фотографии рядом с таким хребетом с супер бирюзовой водой. Так вот, это этот остров, и мы туда едем. Знаете, у меня была всегда такая мини-мечта – вот так вот поехать на яхте с клевой компанией, чтобы рядом был джетский на весь день куда-то. И вот, походу, сегодня моя мини-мечта исполнится. Кстати, с нами сегодня едет звезда. Сегодня отправляемся на лодку. Вот эта звезда. Не звезда. Как тебе зовут? Всем привет, братва. Тебя зовут? Дима Гордей. Дима Гордей. Если не знали. Я думаю, многие. Моя братва тоже есть, я уверен. Да сто процентов. Саня раздает полотенце. Всем на входе по полотенце. Короче, один человек должен постоянно ехать на скутере рядом, а лодка-то быстро, поэтому будем меняться, потому что на скутере вот так вот ехать – устаешь. Блин, вода просто какого-то нереального цвета. Посмотрите, это без фильтров, я вам честно говорю. Вот особенно вот с этой стороны острова. Это просто космос. Елизко боится в первый раз. Мы побывали просто в невероятно красивых местах, с кристально чистой голубой водой, в окружении скалистых гор. И несмотря на то, что нас сильно укачало на волнах, и мы сильно обгорели, мы получили незабываемый опыт и приключения. Так почему же сотни тысяч людей приезжают сюда, на Бали? Ответ один – это люди. Именно люди создают атмосферу спокойствия и праздник каждый день. Этим и уникален остров. Спасибо нашим друзьям, что показали, каким может быть горизонт и какая бывает жизнь. Спасибо и вам, что посмотрели этот выпуск. И как сказал один известный и классный блогер – путешествуйте, оно того стоит.